В ходе очередного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос агентства Реогнум, который касался Гарегин Анждей и азербайджанского гитлеровского адепта Мамеда Расулзаде. Хотя раньше она не раз говорила о Нжде, более того, Москва даже требовала демонтировать памятник Нжде в Ереване, на сей раз она предпочла промолчать. Возможно, потому что вопрос касался уже не только Нжде, но и Расулзаде, которого Баку считает национальным героем. В 2014 году в Баку торжественно отмечалось 130-летие Расулзаде, который, в отличие от Нжде и армянского легиона, пользовался личным фавором Гитлера, поскольку вместе со своим легионом не раз участвовал в погромах русских, евреев, белорусов и других народов. Он похоронен в Турции, и в Баку думают об установлении грандиозного памятника Расулзаде. Если в армянском легионе служили 10-20 тысяч человек, то в азербайджанском, по различным данным, около 70 тысяч. Согласно азербайджанским СМИ, Мария Захарова не только не ответила на вопрос о Расулзаде, но и попыталась его защитить, сочтя вопрос Регнума провокацией. В Регнуме такой информации нет, и не исключается, что азербайджанские СМИ исказили информацию. Но это уже проблема Захаровой. Но вопрос прозвучит серьезнее, когда в Баку установят памятник. Потребует ли Захарова или кто-то другой в Москве демонтировать памятник. Дело в том, что озвучивание претензий по вопросу Нжде имело совершенно обратный эффект, актуализировав тему российско-турецких договоров 1921 года, протоколов к ним касающихся армян, и признание статус-кво в Арцахском республике. На этом фоне происходит признание геноцида армян в Конгрессе США, что ставит Москву в совсем уже двусмысленное положение. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова